Показание в церкви впервые Это не только себя, а защищать правду Божию Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан То, что мы сегодня сделаем драгоценные, это еще минут 20-30 поучимся, а потом мы, ну, кто завтра будет, можете уходить домой, а кого завтра не будет, за тех мы помолимся сегодня А за остальных мы точно завтра помолимся, так что сегодня только за Ильичевцев, Черноморцев И мы разбираем смысл еврейского слова наследство, да, что он имеет два смысла И первое мы отметили, что это легальный термин, то есть твое легальное право на получение наследства И мы его имеем по праву рождения Для того, чтобы учиться практиковать силу свою и власть Иисус пришел и исцелял больных И немые начали говорить, слепые прозревали, хромые начали ходить Он пришел отпустить измученных на свободу Он разрушил работу врага, дьявола И он сказал, вы будете это делать И даже больше Вы даже будете делать больше Аллилуйя И вторая часть Это само действие То есть первое, ты имеешь легальное право А второе, ты должен его практиковать, действовать И на иврите вот эта легальная часть, она на кау звучит Это легальный термин И вот слово, отвечающее за действие, за сам акт Это ираш Y-A-R-A-S-H Y-A-R-A-S-H Или способность Действие или сама способность действия Это означает, кем мы можем стать Помните, как бесы отвечали, Павла знаем, Иисуса знаем Даже Рэнди они знают уже Вы должны быть способны поставить свое имя туда Я сталкивался с демонами в Индии Вы знаете, кто я Поэтому давайте Разберемся И когда они приводили мне одержимого То, что я делал, я обращался к человеку одержимого Глаза мне смотри В глаза смотри Внутрь меня Смотри, кто на тебя смотрит Это Иисус И этот Иисус спрашивает тебя Хочешь ли ты быть свободным? И если они говорили да Тогда нет вопроса Вы свободный человек Во имя и шо? Дай и аминь И враг уходи И вот так Вот так они получали освобождение Раз за разом И были времена, когда целые легионы И они были долго там У нас был один парень Который появлялся на наших служениях И он всегда пытался усесться в первый ряд Потому что у нас съемка была И снимали обычно же первые ряды И мы начинали проповедовать А у него ерзать начинало Он просто проявление И все такие Уберите его с этого первого ряда И первый раз, когда я его вот таким увидел Подумал И они никогда не привезли его к мне Поэтому я не разговаривала с ним Я понаблюдаю за ним Как он будет себя вести И его потом убрали После вот такого проявления Куда-то подальше от камеры Мы отучили неделю Он где-то уже прятался Мы переехали в другой город Через всю Индию И была снова конференция Первое, что произошло Он опять приехал И сел в первый ряд И опять этот парень сидел И я говорил Слушай, очень смешно Или этот парень По-настоящему хочет быть свободным Или Бог хочет что-то показать И я подумал Очень интересно, чем закончится И один молодой парень В нашей команде Он говорит Пастор, что ты просто не помолишься за него? Я говорю Он меня не беспокоит Но никто его не подводил за свободой Я говорю А что б тебе не пойти Не освободить его Не помолиться Как же нам это сделать? И мы закруглились с той конференцией В том городе И переехали в другой город Не так далеко уже Но все-таки Переехали Опять пришло много людей В районе пяти тысяч пришло на конференцию Только мы появились Он опять там спереди И у всех уже была истерика И я говорю своему молодому этому парню Говорю, так, а ну Только пей воду И пастись три дня И он так и сделал И мы взошли в отдельную комнату С этим парнем Который нас преследовал С моим молодым Который три дня постился И я говорю Давай молись за него И первое, что 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 Сделал этот одержимый Он вскочил, как карате Парень и такой В позу сразу стал И я И все от него Молодые люди Просто убежали от него И испугались Потому что это бесы Подскочили в этом человеке И я смотрел И я смотрел А, пацан, ты карате знаешь? Мы молились за него Он получил освобождение Но это было через пост и молитву И это то, что Бог хотел показать И это то, что Бог хотел показать Научить моих молодых людей И что некоторые вещи Которые будут сложными Неподатливыми С первого раза Тяжелыми Они проходятся через пост и молитву И моя молодежь должна была Это выучить на примере И пост Это не для того, чтобы ты был способен Освободить их Это пост для того, чтобы ты был способен Чтобы твоя вера возросла Ты постишься за себя Но мы оккупируем Как мы захватываем территорию? Мы оккупируем ее тем Что освобождаем место от бесов Которое должно заполниться потом Мессией И это территории Это люди Это духовные области Чтобы там царствовал Иисус Мы должны сначала их освободить от бесов История есть про парня с налогами Он что-то там с налогами Делал для государства И сборщик налогов Очередной какой-то Пришел к фермеру и его жене Постучал в дом Постучал в дом И сказал У меня есть бумага По которой я могу забрать то-то, то-то и то-то Жена открыла дверь Выслушала и говорит Хорошо, хорошо Только хозяин мой муж А он там на другом конце поля Тебе надо туда идти и встретить его там И этот сборщик налогов сказал Да ну, обходить все поле По дороге не буду Я хочу сэкономить Перелезу через забор И пойду на впростет Поперек поля Жена фермера забыла сказать Что злые бультерьеры Гуляют по этому полю И она смотрит в окошко И видит этого налоговика За которым бульдоги или бультерьеры Бегают по полю Туда и обратно А они гоняются за ним И она закричала И ему говорит Да ты им бумагу покажи Что у тебя есть право Мы все знаем, что это не сработает И для нас так тоже не сработает Показывать бумажку собакам Бумажки не сработают И дипломы библейской школы Они сработают Вам надо иметь самого Бога Его Слово Вам надо стоять на Его обетованиях И иметь с Ним взаимоотношения И тогда вы сможете дьявола выгнать вон И освободить одержимых И захватить позиции Это то, что Господь говорил и Аврааму Seize the territory Every place you put the sole of your foot Take the ground Помните Где бы ни ступила твоя нога Захватывай территорию Все, что ты видишь Это все должно быть захвачено тобой Завоевано Он говорил Это Иисусу Навину Chapter 13, verse 1 In verse 6 It said Now Joshua was old in years And the Lord said unto him Thou art old in years And there remaineth very much land To be possessed Chapter 13, verse 1 В 13 главе 1 стих Говорит Когда Иисус состарился Вошел в лета преклонные Тогда Господь сказал ему Ты состарился Вошел в лета преклонные А земли брать в наследие Остается еще очень много А земли брать в наследие Остается еще очень много Иисусу Навина 13, verse 1 И 6 также стих Всех горных жителей От Ливана до Месрифов Маима Всех седонян Я изгоню от лица сынов Израилевых Раздели же ее в удел Израилю Как я повелел тебе Мы забираем свое По праву рождения Из рук врага Мы забираем ту территорию Которую враг украл Когда я часто разговариваю С людьми Божьими Об исцелении Я говорю им Вы Божья собственность Он искупил вас Через драгоценную кровь Своего сына А у врага Нет никакого права На Божьей территории Если он там Если это работа врага Значит у него есть земля Значит он каким-то боком Имеет право это делать Покайтесь там Где вы неправы И будьте свободны И мы были недавно В церкви пастора Тодда И там была молодая женщина Которой проблемы с непрощением И пастор Тодду Бог дал слово И говорит У тебя вопрос с непрощением Она покаялась И она Так сказать Вызвала это наружу И освободилась Она была в постоянных болях Каких-то проблемах И позже в тот же день Враг оставил ее тело И вы бы видели ее лицо Когда она получила Это освобождение Легкость Трепедь такой Что ничего больше Ее не тревожит Не беспокоит Оно покидает вас Очень быстро Просто уходит Потому что ему нет места А непрощение Отдавало это место И это замечательно Это красиво Это Божий план И это наше право Это наши способности Это наша власть Мы можем так делать Оно было дано нам И вопрос не в людях Это демонические силы И мы разбираемся не с людьми Поэтому нам не только тело Надо свое ставить В наше призвание Туда, где мы должны быть Но мы также еще должны Отобрать свое право Наследие По праву рождения Из вражеских рук Аминь? Аминь? Аллелуя Итак, Давид пришел туда И не просто пришел Он изгнал всех врагов Он завоевал его То есть он освободил его От всех врагов И он не просто захватил крепость Он назвал это Город Давидов В Одессе вы говорите Это мой город Это мое место Я здесь живу Я одессит Враг Тебе надо убраться Мы берем позицию Мы захватываем эту землю Одного за одним Мы свидетельствуем Одного за одним Мы спасаем Мы освобождаем Таким образом Мы захватываем землю И души Это наследие Это наследство Мы его захватываем Мы захватываем души Есть две части По-настоящему Обитать в своем призвании Одно Вы правите В своем призвании Цель на сегодня Мы правим А второе Вы подтверждаете Вы утверждаете Вы как бы Утверждаете семя Своей позиции Укореняете его Вы не просто Хanging around Одесса Вы не просто Прохаживаетесь В развалочку И говорите Ну я обитаю В Одессе Вы верующие Вы верующие Вы здесь По Божьему предназначению Есть божественный план На вашу жизнь Есть цель и призвание Которое у Бога Есть для вас На этом месте Есть люди Которые Которым Прикоснетесь Вы Через то Что вы здесь живете Через то Что это ваше место И ваше призвание Здесь быть Будут люди На которых Вы повлияете И которые Получат спасение Любое Высокопоставленное Так сказать Кресло Власти В царстве Начинается С маленького Семени Слуги Мы Сеем Семя Самих И потом Мы будем Пребывать В том месте Давид это сказал Так Как Давид В псалмах Говорил Как хорошо И приятно Жить Братьям Обитать Братьям Вместе Пребывать Вместе Мы знаем Этот стих Это Это 132-й Псалом Песнь Восхождения Давида Как хорошо И приятно Жить Братьям Вместе Или обитать Это Это Драгоценный Елей На голове Стекающий На бороду Бороду Аронову Стекающий На края Одежды Его Мы На позиции И мы работаем Над этим Положением Благословение И это место Это то место В котором Бог Провозглашает Свои Благословения И если вы Вспомните День Пятидесятницы Они все Были Вместе Они все Были Единодушны Они все Ожидали Они и Физически Были Собраны В одном Месте Вот Об этом Это Позиция Ваше Внутреннее Положение Вот о чем Здесь Говорится Дверь В вашем Пятидесятнице И Вы Будете Обитайте Находитесь В вашем Месте И вы Получите Силу Это не Просто Жить Как Приятное Время Провождение И мы Все Знаем Что Когда День Нужный Пришел Действие Духа Святого Как Мощный Ветер В день Пятидесятницы Он Наполнил Дом Мне Нравится Это Когда Я был В этом Притоне И Когда Я Получил Спасение Мне Сказали Тебе Надо Наполниться Духом И Я Вообще Не Понимал О чем Это Они Говорят И Они Говорят Тебе Надо Получить Крещение Вдухом Сыне И Я Им Говорю Послушайте Я Хочу Все Что Бог Имеет Для Меня Поэтому И Это Возьму Если Это Мне Принадлежит Беру Вот Писание Поизучай И Вернемся Во вторник Во вторник В этом Месте Где Я Жил Собрались И Я Сижу И Этим Наркоманам Которые Сидят В этом Бритоне Говорю Сегодня Я Получу Крещение Духом Святым И Они Все Собрались Посмотреть Как Это Будет Выглядеть И Они Все Высматривали И Ожидали И Они Скажут Кто Хотел Бритон И Я И Я Пришли Эти Верующие И Говорят Ну Кто Ж Хочет Получить Крещение Духом Святым И Я Подскочил Говорю Я Хочу И Я Выскочил Вперед И До Того Как Они Успели Ко Мне Прикоснуться Руками Чтоб Возложить Руки На Меня Я Начал Говорить Потому что Он И Италий Он Италий Он Он Италий И Они Удивились Потому что Один из служителей Который Пришел За меня Молиться Он Был Итальянец Он Понял О чем Я Говорю А Для Меня Я Говорил На Языках Так Все Наркоманы И Вылетели Пули Из Этого Здания И Я Был В Огне А Я Не Дождаться Увидеть Снова Моих Любимых Наркоманов С Наркотиками Потому что Мы Все Христиане Когда Заканчивалось Служение Уходили Христиане А Они Снова Возвращались Притон С Наркотиками Я Говорил Я Больше Не У У Меня Огонь Духа Святого Знаешь Что Они Делали Они На Удочки Закидывали Мне Вот Так Пакеты С Наркотиками В Комнату Чтобы Уловить Меня Это Вы Ловите Вы Ловцы А Я Сказал Не Меня На Крючок Духа Святого Подловили И У Меня Огонь И Я Оставался Там Год С Наркотиками И Через Шесть Месяцев Короче Они Не Могли Наркотики Вносить В Этот Притон Страх На Них Напал Они Вернуться Не Могли И Потом Главарь Этого Притона Покаялся И Потом Бог Высвободил Меня В Другое Место Но Это Огонь Божий Как Вот В Этот День Пятидесятницы Описаны В Деяниях Огонь Духа Святого Люблю Это И Не Поменял Это Ни На Что Другое Люблю 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 Это Аллилуйя И Вот Что Делает Там Давид Он Делает Это Своим Местом Он Называет Это Своим Городом Он Принес Свой Стиль Жизни Он Принес Божий Стиль Жизни В Этот Город Он Был Мужем По Сердцу Божьему Бог Знал Сердце Давида Бог Знал Что Давид Принесет Его В этот Город Что Он Бога Принесет В этот Город Вы Носите В себе Бога Внутри Вас Его Образ Вас Куда Вы Ни Пошли Где Ваши Призвания Где Эти Знамения Есть Подписаны На небесах Написаны Ваши Имена Там Записано Что Куда Вы Будете Нести Господа Записано Ваше Призвание То Куда Вы Захватите Землю Чью Землю Вы Захватите Где Это Место Где Это Место Куда Вы Принесете Бога В Какое Место Вы Его Принесете Его Храм Внутри Каждого Из Вас Куда Вы Принесете В Ваш Отрезок В Жизни Куда Мы Пойдем Он Никуда Не Может Пойти Вернее Он Может Куда Угодно Но Он Никуда Не Пойдет Он Выбрал Человека Чтобы Человек Приносил Его Присутствие Вот Так Бог Приходит Он Приходит В Людях В Нас В Настоящее Ящик Куда Мы Его Принесем В Какое Место Будьте Верны Там Где Вы Находитесь Чтобы Он Мог Двигать Вас В В Вашем Предназначении Будьте Верны В Том Чтобы Принесить Бога Туда Чтобы Вы Могли Переходить В Следующее Место Обитайте В Полноте Там Где Вы Живете Захватывайте Вашу Жизнь Неважно Как Маленькая Эта Сфера Носите Бога Туда Будьте Верны В Малом Чтобы Он Мог Двигать Вас Дальше Говорите Тем Кто Вас Окружает Я К Вам Бога Принес Я Принес Внутри Себя И Мы Посмотрим Что Бог Дальше Будет Делать Говорите Что Я И Мой Дом Будем Служить Господу Я Выбираю Быть Избранным Божьим И Я Утверждаю Божью Работу В данном Маленьком Месте До Создания Всего Мира У Бога Был уже План На Тебя Он Был Создан Для Для Тебя Он Отделил Нас Он Предызбрал Нас И Лучше Провести Один День С Господом Чем Тысячу Где Угодно Без Него Аминь Редактор Угодно Без Угодно Субтитры создавал DimaTorzok